Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от Ажизни и это продолжение нашей карьеры за Лестер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, потому что большой процент смотрят без подписки, около 70%. Ребят, если вам понравился этот ролик, подпишитесь на канал, не поленитесь, для меня это очень многое значит, для вас это просто клик, а для меня очередной человек и минус там вот этот процент, который смотрит без подписки. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал РНТ, ссылочка на него есть в описании под этим видео, обязательно перейдите, подпишитесь, кому интересна и игровая индустрия в Ютубе, поэтому давайте вместе добьем там 40 подписчиков, мне будет очень приятно. Ну что же, словил, да, немножечко хейта, но из-за того, что не получилось, там проблемы были с видео в прошлом ролике, надеюсь, в этом все будет нормально, из-за того, что записался только всего лишь один матч, там 15 секунд, так что прошу прощения, надеюсь, в будущем такое не повторится, буду более внимательно, наверное, к этому подходить. Поэтому сегодня у нас три матча, три матча ВПЛ, домашняя игра против Вестхэма, выездная против Шеффилда и домашняя против Бернли. Так, мы сразу, наверное, будем начинать, переходим, там вроде у нас с составом все нормально, то есть все даже расставлены, кто у нас, что будет играть, смотрим теперь по показателю, ну вот Телеманс, не будет играть, будет играть Прайд, так, и не будет играть Ундер, сыграет Айозу Перес, я не знаю, вот сейчас давайте подумаем, что будет с Мэдисоном, если мы его, так, как Мэдисон, сделать ЛПЗ, вот, 80, но тоже неплохо, поэтому немножечко даже сместимся, а у нас был даже, а, вот Барнс, но он 79 рейтинга, вот, поэтому, ну, мне кажется, нормально, попробуем вот так отыграть, то есть с одним таким выраженным нападающим, даже давайте мы его прямо туда варди поставим, вот, ну и пока что вот, так, вот так и вот так, то есть немножечко в полузащите у нас будет получше игра, потому что у нас Диди и Прайд вряд ли справятся, вот, поэтому как-то так, попробуем таким составом выйти, состав Вестхэма вы видите на своих экранах, ну, у них вот Диоп интересный, Райс, Ермоленко, ну и все, они даже основного голкипера не взяли на этот матч, Аллер на скамейке запасных, если что, скорее всего, там выйдет, но мы посмотрим, мы вроде прям таким боевым выходим составом, я надеюсь, с формами у нас все будет нормально, а то немножечко так они отсвечивают, давайте пусть они лучше в домашний сыграют, все, Лестер против Вестхэма, поехали. Итак, Кинг Пауэр Стэддиум, Лестер против Вестхэма, интересный матч, поехали. Варди, ой, ну это же пенальти, это пенальти, Джейми Варди его зарабатывает, очень аккуратненько я здесь прям подставился, ну то есть там так получилось, я начал уходить именно от защитников, но пенальти на 12-й минуте, и штрафной там уже был на 6-й минуте, на 12-й вот здесь пенальти, вот, просто начал убирать, но здесь сам вот Фарнайлс попал нам по ноге, кто-то у нас лучше прям пенальти, ну Варди, наверное, да? Да, 85, давайте, я не знаю, в левую девятку попробуем, ну, кстати, Рэндалф что-то маленький такой вратарь, наверное, сейчас отобьет после этих фраз, да. Кто вот за язык тянул, начинать обзывать голкипера? Забегание Рикардо Перерро, мяч останется, я надеюсь, у Лестера, да. Так, Айузу Перес, через Прайта, на Варди, и Варди, и Варди 1-0, как же шикарно мы сейчас все-таки разыграли, а? Да, Джейми Варди забивает с игры, не забил с пенальти, забил с игры, уже радует, я думал, он сейчас побежит в флажок ломать, но нет. Варди забивает, очень хорошо прям здесь разыграли, там Перерро, благодаря нему мяч остался у Лестера и вообще в игре, и все. Очень хороший здесь и пас Прайта, кстати, был, который мы вот выпустили, аккуратненько так вот, с пяточкой, ну и здесь с подкрутки забивает Варди. 1-0, выходим вперед, ну и все, арбитр свистит, финальный свисток, 1-0, минимальная победа, Варди забил гол с игры, не забил, к сожалению, правда, с пенальти, но ничего страшного. По матчу, ну здесь, да, видно, что прям полная наша была доминация, Варди игрок матча. Итак, после третьего тура мы поднимаемся на седьмое место, пока что у нас вот две победы, одно поражение до первого места, ну действительно, всего лишь 3 очка, так что, ну интересно. Так, у нас переговоры здесь, другие команды, так, Горми с Даком переходят, Ангелиньо, кстати, они просят, а, да, мы же его бесплатно вроде, да, забираем, поэтому просит на 67 тысяч всего лишь поднять зарплату, опа, не понял, мы зарасходовали, не понял, а, они, например, на чуть-чуть, да, хотя давайте 410 нам надо. Давайте уж там, знаете, как-то символично там, 5400 за сухие ворота мы ему дадим, вот, потому что у нас зарплаты просто чисто может не хватить, вот, как вы уже понимаете. Так, там вызовы в национальную сборную пошли, так, у нас снова переговоры, там Шмейхель получил, да, предложение от Астон Виллы, ну Шмейхель 34, я не знаю, ребят, давайте как только вот у него будет рейтинг 82, там это скоро вообще будет. Ну, кстати, пока что нам показывают, фактически прогресс стабилен он еще 2 года будет примерно, поэтому как только будет 82, мы его продадим. Так, Эванс, ну мы его не выставляли, кстати, поэтому я не знаю. Так, тут у нас есть же вообще игроки, кого мы выставили на трансфер, вот Фуча, это понятно. Так, ну там многие игроки, ну, походу, вот, раз мы его не выставили, Эванса, давайте по возрасту, да, мы сначала только от возраста избавляемся, если я как правильно понимаю, вот Моргана мы продали. Шмейхель пока что остается, Фуч, Варди, Эванс, ну, Эванс пока что пусть посидит еще не настолько, он прям старенький, вот. Поэтому меня пока что вот он устраивает. Так, ну у нас сейчас игра против Шеффилда, а вы знаем, давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой, вот так да. Наши, кстати, у Санчеса, кто заметил 11 номер на поле, я такой странненько это заметил. Так, ну выйдет Орбан, выйдет Орбан, выйдет Фафана, вот у них вроде неплохие показатели, вместо Мэдисона выйдет Барнс. Сейчас мы его на ЛПЗ, ну снова придется с ЛПЗшниками играть. Так, а Ундер, как все это нормально вроде чувствует, а так у него 7-7, я вот не знаю. Сильно ли это будет как-то влиять на игру, не знаю, посмотрим. Поэтому будет у нас ЛПЗшник и правый нападающий, все. Так, как-то попробуем мы отыграть. Так, я кого-то хотел, кстати, взять же, да, но Мэдисона мы точно уже не будем тогда брать. Все, вот таким составом мы выходим, состав Шеффилда вы видите на своих экранах, поехали. Итак, Брама, Лэйм, Шеффилд, Юнайтед против Лестер-Сити. Ну не знаю, что сказать по поводу этого матча, наверное, побеждать должны здесь именно мы. Вот, ну может быть, аутсайдер что-то из себя и покажет. И все, нулевая ничья, моментов мы вообще вроде как не создали даже у ворот Шеффилда. Провалили действительно вот этот матч, ни одного удара даже не сделали, но он подустил еще и игроком матча. Итак, после четвертого тура мы на вот здесь седьмой строчке, на восьмой опустились. У нас уже пять очков отставания до первого места, там учился стопроцентная пока что результативность. Так, здесь у нас другие команды, Ангелиньо. Так, а что с ним? Ну то есть он согласен за сухие ворота, вот, и бонус за выход на поле. То есть все, здесь мы принимаем, там немножечко буквально он поднял, поэтому пойдет. Так, мы подписали левого защитника, кого у нас скауты сейчас ищут. А левого защитника, да, спасибо, уже нам не надо. Так. Так, ну вот в случае мы продадим, хоть какие-то деньги за него получим. Ну вот и Эванса теперь придется, я так понимаю, продавать. Так, давайте еще раз посмотрим, чтобы я принимал. У нас должно быть шесть центральных защитников. Раз, два, три, четыре. Так, кто-то в аренде же там есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все остальные там в аренде некоторые. Даже Бенкович получше будет. Моргана того же, но мы Моргана уже продали. Поэтому сейчас будем продавать Эванса. Выставим, по крайней мере, пока что. Я надеюсь, сейчас точно заинтересуется кто-нибудь им. Ну а мы будем искать, буквально, позиция одна и та же. Только вот слева защитника на центральную. Некоторые там могут и слева, и справа, и в центре играть. Поэтому есть такие универсалы. Поэтому попробуем. Все, отправили наших скаутов работать. Травмирован Орбан у нас в октябре восстановится. Воспаление мышц у него оказалось. Замечательно. Я могу даже сейчас посмотреть, на сколько. На неделю написано, но пойдет. Так, а у нас последний матч. Сегодня играем против Бернли дома. Поэтому я надеюсь, сейчас-то у нас должно что-то получиться здесь. Так, здесь ужасно у нас приключилось. Два фланговых. А защитника у нас как-то не готовы к игре. И Эванса давайте тоже поменяю, не знаю, на Моргана придется, чтобы отдохнул. Вот, ну а тут я могу рискнуть выпустить Слимани. Слимани, кому как угодно. Ну, Шмехель, наверное, выведет лучше. Вот, и если что, там Варди выйдет во втором тайме, так сказать, эффект неожиданности мы создадим. И давайте теперь уже с нападающими попробуем, потому что у нас атака очень слабая. У нас, если и матчи, то они всегда минимальные, либо вот нулевые. Поэтому вот так вот мы немножечко поближе даже и сделаем к штрафной зоне. Ну и Телеманца может немножечко сюда. Диди, если что, будет подключаться там уже четвертым центральным защитником. Ну вот. Так, а что их вообще нельзя так высоко поднимать, да? Ладно. Все, в общем, вот таким составом мы выйдем. И Варди будет пытаться так Джокером сыграть в этом матче. Итак, Лестер против Бернли. Последний матч на сегодняшний выпуск. Ундер здесь разминается. Сегодня Варди не в стартовом составе. Посмотрим, как он выйдет под уставшую, так сказать, оборону Бернли. Я надеюсь на это. Поэтому и для Слимани тоже это небольшой такой шанс. Также у нас сегодня нету Фуччи. Есть Томас. Так, ну это в штрафной. Я не знаю, давайте я лучше дождусь. Потому что вроде как иногда у нас залетают с таких стандартов. Так, где тут рывок в штрафную? Давайте поставим. Подачка. Ой, как хорошо это сейчас. Кто это, Ундер пробивал? Это Ундер. Его прям сразу видно. Мэдисон очень хорошо навесил. Но здесь что-то не пошло у Ундера. Даже в створ не попал. Хотя оказался первый на мяче. И все. Очередной матч у нас заканчивается. С счетом 0-0. Скучные какие-то матчи у нас получаются. В атаке не видим мы команду. Обидно, конечно, еще и второй раз у команды соперника в нулевом матче. В ничейном соперник именно становится лучшим игроком. Ну а мы все так же держимся на восьмом месте. У нас 7 очков отставания до Челси. У них 5 побед из 5. Ну и все на этом. В следующем выпуске мы будем играть против Гранады. Против Олверхэмптона. В АПЛ. И в кубке будем играть против Брэнфорда. Поэтому, ребята, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жиданов. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok